Подскажите, пожалуйста, что предпринять? Топчусь на месте, как в рабстве, постоянные препятствия, спасибо. Когда человек оказывается в таком, я его называю, мёртвая вода, то что происходит в мёртвой воде? Подойдите к озеру, в котором мёртвая вода. Что вы в нём видите? Вы в нём видите ничего. В мёртвой воде обычно появляется вонь, затхлый запах, появляется грязь, появляется что-либо. Что нужно сделать, если вы топчетесь и ничего не происходит? Первое. Начните очищение. Какое? Один раз на протяжении недели поститесь, очищайте себя внутри. Второе. На протяжении одного-двух месяцев не ешьте мясную пищу. Вообще. Почему? Мясная пища, особенно из красного мяса, она может заставлять человека, отягощая его и приземлять его. И человек ни к чему не стремится, у него очень много лень. Третье. Мёртвая вода, её нужно вычерпывать. Каким образом происходит вычерпывание? Вычерпывание может происходить за счёт того, что человек начинает танцевать. Утром закрываетесь, включайте музыку, какая вам нравится. Серьёзно вам говорю, можете мне не поверить. Включайте музыку, закрывайте и танцуйте 10 минут. Третий вариант. Тяжесть. Это тоже очень важно. Я рекомендую посвящать приседания ради достижения цели. Выйти из мёртвой зоны. Сделайте так. Поставьте для себя прям задачу. На протяжении дня 100 приседаний. Хотите вы этого или нет. И на протяжении дня 100 раз приседайте. Не нужно приседать за раз. Можете утром 7 раз. Потом через 2-3 часа ещё 7 раз. Потом через 5 часов ещё 10 раз. Потом ещё через 7 часов ещё 7 или 8 раз. Так, чтобы на протяжении дня у вас получилось 100. Делайте 100 приседаний в разное время в общей массе. То есть не 100 за раз, а там утром, в обед, вечером. Если всё прибавить, то получится 100. Делайте таких 100 приседаний ежедневно. Посвящайте это какой-либо задаче. И это всё выведет вас. Ну и последнее. За то, чтобы в вашей жизни были муж, жена, хорошая семья, хорошие отношения, деньги и так далее. Вы должны знать, что этим всем управляет некая энергия, которая называется энергия земли. Смотрите, как у энергии земли всё легко. Птицы родились, у них появились, у них появились в дальнейшем, вылупились эти птенцы. И в дальнейшем там все полетели куда нужно. Почему так устроено? Что у птиц нет проблем ни с замужеством, ни с детьми, ни с чем. Ни у слонов этой проблемы нет. Ни у бегемотиков, ни у комариков, ничего. Потому что они более всего соединены с землей. Где находится место, соединяющее человека с землей? Если человек теряет связь с землей, то у человека теряется в дальнейшем возможность рожать детей, иметь детей, привлекать жизнь партнера, не иметь возможности и так далее. Это всё наш пупок. Самый настоящий наш пупок. Что необходимо делать? Возьмите и сделайте так. Каждый день, когда вы проснётесь, гладьте свой пупок и говорите, ты мой хороший, ты мой золотой, ты мой пупочек. Каждый день мысленно представляете, допустим, вы женщина, мысленно представляете, будто вы встретили, видите мужчин и каждого мужчину гладите по его животику. И говорите, ты мой хороший, ты мой зайчик. Гладите и женщин по животику, ты моя золотая, ты моя хорошая. Гладите себя на протяжении дня многократно. Этим самым вы активируете вашу связь с землей и аннулируете ваши обиды. Почему? Больше всего активируется любовь по отношению к пупку и меньше всего активируется или блокируется обиды. То есть, если вы обижались просто так, попросто так, на кого-то просто так, сестру, подругу, тёщу, людей недоплатили, заплатили на государство, просто так обижались, неправильно, правильно посмотрели и так далее. Чем больше обид, тем меньше эта энергия в вашем животике, тем сильнее ваша чакра закрыта. Не обижайтесь. Говорите всегда, да, я обижалась, мне больше это не парит. Ой, боже.